Великая Отечественная война не обошла стороной и Анапу. В сентябре 1943-го на этой земле смертью храбрых пало много советских солдат. 21 сентября жители курорта отметят 70-летие со дня освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Общественность города в честь знаменательной даты дала старт акции «70 добрых дел для любимого города», в которой может принять участие каждый его житель. «Дела могут быть разные, масштабные, а может быть это просто помощь какому-то человеку. Это тоже доброе дело». 1943 год в истории России особый, отмечает председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Гапонов. «2 февраля мы отметили 70 лет Сталинградской битвы. С 30 апреля на 1 мая мы отметили 70 лет легендарному подвигу Дмитрия Калинина, морского офицера, высадившегося со своим десантом в Варварской щели. 21 сентября освободили Анапу, 70 лет, который будем отмечать и который сегодня мы начинаем 70 добрых дел. И 9 октября Кубань полностью была освобождена от фашизма». Первое доброе дело для города сделал Краеведческий музей. Открылся новый зал воинской славы, в котором отражены все этапы освобождения Анапы. «Он совершенно обновленный. Ничего, вот ни одного гвоздика, ни одной стеночки не осталось от того зала. Наш местный напчанин, который делал нам выставку на Горгипе и сейчас экспозицию, все это делал Николай Федорович Бурмистров, плюс все наши научные сотрудники». Венчает выставку изображение турецкой крепости. Именно она стала важнейшим стратегическим, политическим и опорным пунктом, который превратился в настоящий камень преткновения двух держав борьбы России с Османской империей. Пять раз в течение 45 лет русские войска отправлялись на штурм крепости. Более 12 тысяч воинов полегло под ее стенами. И только на шестой раз крепость покорилась русским. Представлены фотографии знаменитых полководцев, которые принимали участие в штурме, а также тех, кто первым на границе нашей Родины, Великую Отечественную, встретил врага. Ученик первой школы Витя Лаврентьев уже определил, какие полезные дела взрослые должны сделать в городе. Что было очень много площадок, где играть. Что было очень много зеленых деревьев. И что было очень много цветов разных и красивых. К доброте можно прийти, только став на путь бескорыстия. И если эта дорога уже найдена, добрые дела каждого непременно войдут в истории города-курорта. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион.